Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сейчас давайте прочитаем с вами 1 Коринфянам 3 главу и поговорим. 3 глава с 1 стиха. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами в кресте. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой «я Полос», а Полосов, то не плотские ли вы? И так далее. Тема сегодняшняя – это плотское поведение или противопоставление плотского христианина духовному. Собственно, это библейские определения. То есть вот здесь мы видим, что Павел упоминает слово и плотской, и духовный. То есть мы видим, что Павел и хотел бы говорить с ними, как с духовными, но не мог. Потому что они младенцы, еще плотские. То есть плотской равно младенец. И Библия нам достаточно четкий критерий дает того, что есть плотской человек. И давайте, если мы сейчас в этом узнаем себя, то давайте, в общем-то, встанем на путь совершенства, совершенствования, совершенствования во Христе, конечно же. Давайте посмотрим. Здесь Павел говорит о том, что если между вами, третий стих, есть зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? То есть первый признак, один из первых признаков плотского человека – это когда у него есть явный видимый грех. Это не обязательно пить, курить, ругаться матом, как мы видим, да? Но мы видим, что какие-то вот споры, разногласия. Но имеется в виду разногласия не в смысле разные мнения, а разногласия имеется в виду именно споры. То есть у них нет единства. Вот, то есть мы понимаем, что это, ну, разное понимание, что ли, фундаментальных вещей. Потому что дальше Павел взывает, кто Павел, кто Аполлос, и он все приводит ко Христу. То есть люди видели лидеров каких-то, и шли за какими-то лидерами, считали себя последователями Павла, Аполлоса, там и прочее. Но Павел всех направляет ко Христу. Вот. У людей не было этого понимания. Это есть признак плотского человека. Дальше Павел говорит во втором стихе, говорит, я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах. То есть молоко и твердую пищу, опять противопоставление. Здесь уже речь идет о Писании, о понимании Писания. И вот послание евреям, шестая глава, немножечко проясняет этот момент. Шестая глава с первого стиха. Посему оставив начатки учения Христову, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых к делу, верив в Бога, учению о крещениях, возложении рук, о воскресении мертвых, не о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Мы видим, что когда человек в своем понимании Писания топчется на одном месте, то есть у него он не идет дальше каких-то элементарных вещей, о которых мы с вами только что прочитали. Элементарные вещи, ну вот, как там написано, крещение, воскресение мертвых, суд вечный. То есть если человек топчется на этом и не идет дальше, то, в общем-то, получается он плотской, он не двигается. То есть он младенчик маленький. И здесь Павел говорит, что вот такие люди не в силах воспринимать какие-то более духовные разговоры. Вот, то есть не разговоры в смысле, а писания, какие-то истинные писания он не может воспринимать, не может идти дальше. Почему это происходит? Ну вот, в силу его незрелости. То есть как малышу маленькому бесполезно объяснять, там, ну такой избитый пример, там, первокласснику высшую математику бесполезно объяснять, у него взорвется мозг. Ну вот, то есть он просто ничего не помнит, не поймет, заскучает и впадет в уныние и так далее. То есть это просто ему, ну, не по силам. Это объективно. Вот, это не потому, что он плохой, просто он не может. Но когда он немножечко подрастет, когда мозги у него тонируются, то тогда он станет в силах. Ну вот, хороший пример, да, хороший. То есть, сели там, например, устройство и даже работу, там, какой-нибудь кухонного прибора, там, ну, бесполезно тоже младенцу объяснять. Ему это и не надо, и далеко от него это, ну, он и не в силах понять это. Вот, он даже не знает, не поймет на какие кнопки нажимать, чтобы эта штука просто заработала как надо. Вот, он жмет на все кнопки, стучит, раздражается, но толку нет никакого. Вот это признаки младенца. То же самое, что, то же самое по отношению к Слову Божьему. Вот, то есть, Господь нас все-таки толкает к большему пониманию, чтобы мы тренировались сами понимать Писание и начинали понимать и, извините за выражение, вдуплять более сложные вещи. Не обязательно там пускаться в какие-то умствования, но сложные в том смысле, что они, как вам сказать, ну, просто чуть сложнее. Вот, то есть, чтобы человек мог разбирать какие-то сложные ситуации жизненные, опираясь на Писание именно, без подсказки, без помощи. Уметь разбирать так, чтобы, как говорится, в любви разрулить вопрос, но в то же время, чтобы истина Божья, истина евангельская восторжествовала. Вот, и еще один пример, о котором здесь не говорится, еще один признак, о котором здесь не говорится прямо, но о котором читается между строк. Это именно, именно возможность самому пережевывать, потреблять твердую пищу. Как Павел говорит, я питал вас молоком. Почему? Потому что младенцы молоко могут переварить, а твердую пищу нет. И вот, взрослого от младенца еще отличает то, что младенцу молоко дают, а взрослый твердую пищу берет сам. Пережевывает, готовит, ну, или наоборот, готовит, пережевывает. Вот, поэтому очень здорово, что вот у вас, дорогие слушатели, есть возможность слушать вот такие коротенькие ролики по утрам, по вечерам, там, как угодно. Но было бы гораздо лучше и правильнее, если бы вы сами брали Писание, разбирали его, пусть это не будет долго, пусть это не будет, ну, какие-то сложные вещи, да. Никто не говорит, что нужно исследовать пророчество, там, Даниила пытаться понять, воспринять там, вот. Вот, но тем не менее, вот, как написано во второй главе, в ее окончании, духовный судит о всем. То есть, духовный человек судит о всем. Он может рассуждать, он может рассуждать правильно, так, чтобы правильное решение принять, без подсказки. Вот, так, чтобы правильно рассудить о каком-то явлении, тоже без подсказки. Просто сравнивая его с Писанием, ну, это нечто, сравнивая с Писанием. Поэтому, как говорит послание к евреям, давайте поспешим к совершенству. Первое, о чем мы с вами говорили, это бежать от явных грехов, в том числе раздражения, гнев, крик, спор. Вот, желание постоянно биться с кем-нибудь, настаивать на своем, упрямиться, вот, ну, по пустым поводам, по неважным поводам. Второе, это когда человек топчет на одном месте, то есть он не совершенствуется в познании Господа. И третье, это он не способен, такой человек не способен сам переваривать, сам накормить себя, вот, пищей духовной. Вот, и уж тем более не способен накормить кого-то другого. Поэтому давайте, вот, дорогие братья и сестры, все-таки бегать от этого, вот, и в качестве, ну, вернее, двигаться к совершенству, вот, от такого состояния, если кто-то в себе видит вот эти признаки, вот, давайте, ну, ничего в этом страшного нет, да, так бывает. Мы все, как говорится, через это проходили или проходим, вот. Вот, ну, давайте не останавливаться, потому что движение, это единственное проявление, ну, вернее, не единственное, а это такое проявление жизни, вот, которую Господь нам дал. Господь хочет, чтобы мы двигались, Господь сам нас двигает к совершенству. И здорово, если мы будем послушны Ему и в этом тоже, в том, чтобы двигаться к совершенству. Вот, и в качестве самостоятельного, момента самостоятельности, призываю вас вот тут же поразмышлять над этими стихами. Вторая глава, 14 стих, из 14 по 16. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, и так далее, и до конца, вот. То есть, это коррелируется с нашей темой сегодняшней, стыкуется, вот, эти рассуждения продолжат, такие вот рассуждения о том, что есть совершенство, и как нужно рассуждать, размышлять духовно или по-плоцкому. Поэтому, поразмышляйте об этом самостоятельно, пожалуйста, прикиньте, душевное к духовному, духовное с душевным сравните, ну вот, и да благословит вас Господь. Отец наш Небесный, благослови, пожалуйста, нас в этом дне, дай нам, пожалуйста, Господь, не останавливаться на месте, не стоять на месте, но двигаться к Тебе, к познанию Тебя, Господь. К еще большему познанию, Магина, познавать Тебя в каждом дне и в каждом событии, Господь, в каждом размышлении и в каждом деле, которое Ты даешь нам сделать, Господь, в каждой беде или радости. Дай нам двигаться к Тебе, Господь, любить Тебя всем сердцем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дай нам двигаться к Тебе, Господь, любить Тебе.